здравствуйте дорогие мамочки записываю с вами еще одно видео и сегодняшняя тема будет о том как же надоело бесконечная уборка бесконечная готовка стирка и продолжение всей этой истории мы всем вам известно что такое горы не глажены немытой горы стираной не глажены одежды на ваших кроватях всем понятно не убранный палас не пропылесошенный грязный туалет и чем больше детей в семье тем сроки чистоты сокращаются все больше и больше и времени и сил на эту чистоту уже не хватает и знаете я подумала сегодня о том что господи как бы хотелось чтобы это закончилось и с другой стороны я размышляю нет если это все закончится вот представьте себе ваши дети выросли кто-то я наверняка уверенно из мам которые смотрят нас уже пережили тот момент их дети выросли и я знаю что есть женщины которые просто не знают чем себя занять почему потому что мы привыкли за долгий срок с детьми находиться в бесконечном движении представьте себе если завести машину и на полной скорости она будет ехать как быстро она сможет остановиться а если этот рак или грузовик до понадобится приличное количество времени перестроиться с прошлой жизни с прошлых привычек на новый а у некоторых это даже не получается вовсе и что когда у нас все это заканчивается происходит мы начинаем чем-то занимать свое время и к сожалению чаще всего я слышу что это во первых это климакс на где перемена гормонального фона у женщины наступает но во вторых это смена обстановки и привычек жизненных да мы переходим в другой период в другой сезон нашей жизни где чаще всего люди начинают заедать и когда мы заедаем мы начинаем набирать вес мы начинаем чувствовать себя плохо и здравствуйте старость и болезни я размышляю об этом и думаю о том что написано в писании писание говорит нам о том чтобы мы как бабушки да когда мы становимся бабушками наставляли стариться до наставляли молодых но очень часто я замечаю что мамочки которые воспитали своих детей они очень устали и они вот от воспитывали и говорят все я свое отторобасила теперь вы занимаетесь своим делом а я буду своим и знаете я когда размышляла об этом думаю господи неужели я так же скажу неужели я когда вырасту когда мне будет вот 60 до 70 лет я тоже скажу что оставьте меня в покое теперь я буду отдыхать и знаете внутри такой голода не будет а что же я буду делать тогда и поэтому для меня конечно очень важный такой период когда плавно ты переходишь из мамы в бабушку и ты наставляешь уже молодых да будь то своих дочерей или же вообще не из своего семейного круга а просто сестер в церкви молодых и так далее поэтому а сейчас наверное будет ободрение к женщинам которые уже от воспитывали и уже становятся бабушками или стали бабушками что на вас господь возложил замечательную ответственнейшую работу наставлять юных матерей поддерживать помогать им и продолжать трудиться для господа поэтому дорогие наши бабушки и мамочки которые уже закончили пеленка распашонковый период вы нам очень нужны и ваше наставление ваш опыт перед богом ваша искренняя любовь и ваша доброта она очень нужна на молодым мамам нам очень нужна ваша поддержка и ободрение поэтому пожалуйста не думаете что ваше время служение она закончилась она только начинается я ободряю вас пребывать также в господи создавать домашние группы создавать какие-то может быть даже видео делиться своим опытом духовным знаете на ю тубе столько всякой грязи столько всего того что так сильно уводит людей в мир и так мало хотя я верю что с годами больше и больше христианской и духовной пищи ободрение мамочкам да не переживайте когда закончится период пеленок распашонок стирки бесконечный бесконечных куч белья не глаженных не стиранных а также грязные туалеты и полы и все остальное вам станет тяжело от того что этого не будет и тогда придет возможность наставлять других иметь общение и наставлять матерей через свой опыт ну а как же мы будем с вами наставлять если мы в своем опыте не ходили с господом и не решали не решали эти вопросы дает нам с вами силы на каждый день знаете сейчас такой период мне хотелось бы конечно иметь хорошую маму наставницу которая могла бы мне вот вот это все вот вот хорошенечко инъектировать до инъекции у меня есть такие мамочки по 60 лет они мои очень близкие друзья однако далеко не многие имеют возможность изучать глубоко писание и богословие и конечно же для меня лучше это вот как бы самой сидеть разбираться в греческом разбираться в комментариях особенно я люблю августина потому что августин и иоанн златоуст они жили в 300 лет после церкви после начала церкви они как бы писали очень свежий поэтому их работы они наиболее такие вот ценные для меня то что они переживали когда это резонирует с тем что переживаю сейчас я она мамочки прочитайте эту книгу это просто это это сокровищница августин исповедь на русском языке она выложена на русском языке в интернете вы можете скачать распечатать или купить ее в любом христианском магазине потрясающая классика христианской литературы вот и конечно же августин свой в своей исповеди он пишет много о том как его мать она молилась о нем сколько она вложила в него он описывает какую-то часть ее жизни ее бытия и вот это вот молитва это бесконечное пребывание в боге ее жизнь перед богом она и привела августина к вере августин явился очень таким живым примером веры для многих христиан сегодня господь вас благословит сейчас встать помолиться и с новым духом с новым сердцем обновленным его словом его духом его любовью идти и трудиться для вечности пока пока